Всем привет! Друзья, в этом видео я с вами поделюсь рецептами праздничных закусок. Закуски получаются красивыми, очень вкусными и главное то, что они готовятся легко и быстро. Напишите мне в комментариях, что вы думали о таких рецептах и обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для начала я взяла большую миску, чтобы мне было удобнее перемешивать. В миску на мелкой терке натираю сыр. С сыром справилась, сюда же на мелкой терке натираю яйца. Яйца я предварительно сварила вкрутую, очистила от скорлупы и они у меня полностью остыли. Яйца готовы, займусь чесноком. Его нужно выдавить через чесночницу в общую массу. Чеснок выдавила. Сюда же добавляю щепотку соли, если хотите соль, можете не добавлять. И добавляю майонез. Вы лучше ориентируйтесь по самой массе. Масса должна получиться такой вот вязкой, чтобы с нее было легко скатать шарики. Майонез лучше добавляйте порциями и доводите массу до той консистенции, которая нам нужна. Я использую домашний майонез на молоке. Видео рецепт домашнего майонеза на молоке вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Масса для Рафаэла готова. Посмотрите, какая она должна получиться по консистенции. Она собирается в один комочек, вязкая. С нее будет очень удобно лепить Рафаэлки. Главное, чересчур много майонеза не добавляйте, чтобы масса не получилась жидкая. Пока ее отставляю, подготовлю крабовые палочки. Их нужно натереть на мелкой терке. Крабовые палочки подготовила. Будем формировать Рафаэла. Берем небольшое количество подготовленной массы. Приблизительно 1 столовую ложку. Я буду формировать в перчатках. Но если вы не будете работать в перчатках, то для удобства руки смачивайте в холодной обычной воде. Так, берем небольшое количество. Теперь мы формируем лепешечку. В эту лепешку вовнутрь выкладываем оливку. Вместо оливки вы можете использовать любые орешки по вашему вкусу. Теперь скатываем шарик. Очень красивый и ровный. Закрываем оливку вовнутрь. Сформированный шарик нужно обвалять в крабовых палочках. Вот такой получается красивый и очень вкусный закусочный шарик. Сейчас я вам еще раз покажу, как я его сформирую. И таким вот образом я сформирую все рафаэлки. Вот так вот мы с вами легко, просто и очень быстро приготовили вкуснейшую закуску Рафаэла с крабовыми палочками. При подаче закуску вы можете украсить любой зеленью по вашему вкусу. Из указанных ингредиентов у меня получилось 10 штук. Количество зависит от того, какие по размеру Рафаэла вы будете формировать. Сейчас я одну рафаэлку разрежу и покажу, какие они получаются внутри. Вот такая вот получилась красота. Оливка этой закуски придает пикантный вкус. Я надеюсь вам понравился этот рецепт и вы его приготовите. Для начала ветчину очень мелко нарезаю. Нарезанную ветчину я переложила в миску. Сюда же на мелкой терке натираю сыр и вареные вкрутую яйца. Сюда же выдавливаю чеснок. Добавляю небольшое количество майонеза и все хорошо перемешиваю. Помидоры черри разрезаю на две части. И нужно удалить серединку. Вот такая у вас должна получиться шляпка. Для закуски лучше все заранее вот таким вот образом подготовить, а ее формировать уже за некоторое время до подачи на стол. Буду делать красоту. Беру небольшое количество подготовленной массы и из этой массы формирую конус. Вот такая у вас должна получиться масса, чтобы ей можно было хорошо и удобно придавать фигуры. Приблизительно вот такой должен у вас получиться конус. Это ножка грибка. Беру кружочек огурчика. На этот кружочек я устанавливаю ножку. И сверху одеваю шляпку из помидорчика. Вот такая замечательная получается закуска. И таким образом я оформлю всю остальную закуску. Небольшое количество майонеза я переложила в одноразовый кондитерский мешок. И теперь на грибочках сделаю маленькие белые пятна. Блюдо я украсила кучерявой петрушкой. И теперь с уверенностью можно сказать, что закуска грибочки готова. Вот такая красивая, яркая, нежная и очень вкусная получилась закуска. Такие грибочки будут чудесным украшением любого праздничного стола. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления закуски и вы ее приготовите. Для начала я подготовлю шпроты. У каждой рыбки я отрезаю небольшой кусочек хвостика. И рыбку разделяю на две части вдоль. Убираем косточки. И таким образом я подготовлю всю остальную рыбу. В майонез выдавливаю чеснок и все перемешиваю. Обычный тонкий лаваш смазываю половиной майонезом с чесночком. И сверху выкладываю листья салата. На листья салата на мелкой терке я натираю одно вареное вкрутое яйцо, половину сыра и все покрываю обычным майонезом. Все накрываю вторым листом лаваша. И лаваш смазываю майонезом с чесноком, который остался. Далее на мелкой терке натираю яйцо, сыр, которые остались и все покрываю майонезом. Далее выкладываю подготовленную рыбку. Теперь все заворачиваю в плотный рулет. Рулет я плотно завернула в пищевую пленку. Отправляю его в холодильник как минимум на 1 час. Рулет я достала из холодильника. Острым ножом нарезаю его на порционные кусочки. Вкуснейшая закуска шпроты в лаваше готова! Так как многим понравилось украшение хвостиками, каждый кусочек я сверху украсила хвостиками шпрот. Вы только посмотрите, какая замечательная получилась закуска! Она чудесно смотрится! Очень аппетитная, нежная и изумительно вкусная! А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления закуски и вы ее приготовите! А с вами была Наташа Пархоменко! Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии! Обязательно подписывайтесь! И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале! Приятного аппетита и до новых встреч!